Федеральные льготники будут получать больше, а именно Герои России и Советского Союза, ветераны боевых действий и чернобыльцы. Ежемесячные денежные выплаты индексируют каждый год, в этом прибавят 3%. Настолько же, к слову, изменится стоимость набора социальных услуг, которыми вместо выплат могут пользоваться льготники. Больше выделят на путевки на лечение, лекарства и медицинские изделия, проезд на транспорте к месту лечения и обратно. Торговые автоматы с февраля могут перестать выдавать бумажные чеки, причем автоматы любые. От кофейных до бензозаправочных. Вместо чека на экране может появиться QR-код, где будет зашифрована информация, которую всегда содержал чек. Если вам нужно сохранить чек в электронном виде, можете считать его с помощью своего смартфона. Владельцам грузовиков большегрузов придется платить больше за проезд по федеральным трассам. Согласно системе Платон, цена за километр для машин, чей вес превышает 12 тонн, вырастет на 16 копеек. По сути, это повышение может коснуться всех, ведь расходы на транспорт закладываются в стоимость товаров и услуг. Ну и новость для тех, кто любит путешествовать. Вступил в силу новый шенгенский визовый кодекс. А именно во всех странах, куда требуется шенгенская виза, консульский сбор станет дороже. Вместо 60 евро придется заплатить 80. А срок подачи заявки на визу увеличится с трех месяцев до полугода. Татьяна Голубева, день с толком.